Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 февраля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 27-й день месяца Юка Стужи, 7525-го лета, седмица. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Астральные паразиты. Как защититься?». Автор-соведущий, автор-сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Добрый день, добрый день всем, уважаемые слушатели. Я вот раз приветствовать. Желаю всем замечательного настроения, хороших эмоций, новых познаний, свершений. И искренне надеемся дать вам позитивную мыслеформу на сегодняшний вечер, чтобы вы открыли, расширили немножко своё сознание и поняли ответы на большинство вопросов, которые вас давно мучили. Или вы, допустим, даже не догадывались о том, что это есть, а на самом деле вот оно как. Немножко прольём свет на те такие потусторонние формы, которые присутствуют, живут с нами. Но сегодня мы о них узнаем более подробнее. Хорошо. На картинке анонса я разместил, вернее, в анонсе я разместил такую картинку, где стоит девушка, вокруг неё такая чистенькая аура, там из неё вперёд выдвигаются некие такие энергетические, может быть, такие цветочки, или как это может быть по-другому назвать, сзади какой-то типа шланга, как у водолаза тяжёлого снаряжения уходит. А перед ней два таких своеобразных товарища пытаются пробить это энергетическое поле, залезть к ней туда. И вот, наверное, каким-то образом что-то похожее в нашей жизни есть? То есть картиночка, она что-то, наверное, отражает из действительности? Ну, в принципе, так оно и есть. Действительно, это мы сейчас будем говорить о ауре, о том, какая она повреждённая, неповреждённая, о том, почему появляется это, откуда появляются, или так называемые астральные паразиты. И как они берутся, и как это увидеть, узнать, услышать, пощупать, почувствовать. Хорошо. Сразу напоминаю всем нашим радиослушателям, потому что во время живого эфира, если это не запись, вы можете задавать вопросы в чате Народного славянского радио. Попасть в чат очень просто. Народное славянское радио набирайте. Славмир.орг – это пока старый сайт. Новый будет называться славрадио.орг. Впервые называю это. Но там пока ещё ничего, кроме виджета старого, нет. На всякий случай просто, чтобы привыкали. Так вот, когда попадёте пока ещё на старый сайт, там есть слово «чат» волшебное, нажимаете на него. После этого, если вы регистрировались ранее, логин, пароль вводите, и всё, вы уже счастливый человек, который может общаться с друзьями, может задавать вопросы в наш эфир. А если вы впервые, то тогда особо не заморачивайтесь. Логин и пароль попроще придумайте себе, чтобы не забыть его. Ну и какой-нибудь e-mail укажите, куда придёт вам сообщение о том, что регистрация произошла. Сразу уточняю, что чатик старенький, он не понимает современных каких-то e-mail, где много разных символов, подчёркиваний, двойных точек в имени до собачки, которые и русские буквы. То есть это он не понимает. Поэтому если у вас такой замудрённый почтовый логин, свой такой почтовый, вернее, адрес, то в этом случае создайте временный адресок, какой-нибудь простенький на Mail.ru или Яндекс.ру или каком-нибудь другом почтовике, где вот этих пробелов, точек и других символов будет минимально до собачки, до обезьянки, до знака «эт». Ну вот такое объявление сделал. Желаю всем приятного прослушивания и главного участия в нашем эфире. А тебе, Александр, передаю пламенный микрофон, и наша виртуальная студия наполняется твоим голосом. Пожалуйста. Да, ещё раз благодарю за приветствие. Итак, мы поговорим о сегодняшней теме, которая, не знаю, насколько она в широких массах используется или нет. Это о тонком материальном плане, о наших мирах, которые мы не видим. Или так называемые знаем. Может, кто-то слышал, читал, возможно, в сказках фэнтези видели. Но в древних сказаниях наши предки знали, знали, что существует, мы живём в нескольких мирах. То есть у нас есть наш физический мир, это так называемый мир Яви, явный мир, в котором физические люди находятся, наше физическое тело проявленное. Также есть мир Нави, тонкоматериальный мир, мир духов, мир мёртвых, там, где находятся наши предки, в том числе на разных уровнях, находятся тонкоматериальные сущности. И есть мир богов, мир прави, так называемый мир наших предков, которые вышли на более высокий уровень эволюции. И мы, естественно, туда стремимся, как говорится, вправь через промежуточный мир, славь. И в данном случае это как, чтобы понять, что же это за миры, как они устроены, наши предки, они рассказывали, что там всё похоже, но по-другому. То есть просто там другая частота вибраций света. Если мы говорим сегодня о современной физике, это очень просто воспринимать как высокие частоты и низкие частоты. Вот мы берём радиостанцию, подкручиваем на одной частоте, работает наше сознание. У нас плотная материя, плотный мир, плотная реальность. Или, допустим, низкая частота, в котором низкочастотный вибрационный диапазон. Там нет плотных тел, там нет концентрированной энергии, которую можно пощупать, потрогать. Там есть просто тонкоматериальная суть или так называемые духи. На этом же уровне находятся все различные паразиты, которых мы называем астральные, поскольку мир духов — это мир эмоций, мир энергий. И высокочастотные вибрации, где это высококонцентрированный свет, где находятся такие сути, как ангелы, архангелы, леги, архлеги, там всевозможные учителя, мастера света и по-разному их описывают. Ну, то есть наши высшеразвитые предки, которые эволюционировали и которые управляют пространством. Таким образом, мы взаимодействуем. И раньше эти миры между собой граничили. Но в связи с определенными обстоятельствами, которые, я думаю, всех, кто захочет, заинтересуют, почитая славяно-рийские веды, они узнают историю, что же произошло с нашими землями, с нашими народностями. И так получилось, эти миры произошли разделения. И сейчас произошел рубеж, мы не видим тонкоматериальные структуры. Единственное, есть люди, так называемые ясновидящие, которые в свое время научились это видеть или через родовые каналы, имеют структуру определенную, структуру ДНК собственная, которые помогают через открытый, высокоразвитый потенциал видеть те или иные миры реальности. А сегодня у нас ученые, был такой замечательный человек Кирлиан, который взял и доказал, разработал специальное оборудование, которое позволило в свое время фотографировать фото ауры человека и доказать, что помимо физического тела существует еще и тонкоматериальный уровень. И ранее, возможно, кто-то слышал об этом, кто-то не слышал. Раньше таблица Менделеева имела с первым элементом — это эфир. Но, к сожалению, это все поменялось, подменялось, переделалось, и сейчас ученые всего мира начинают задумываться, знать, слышать, слушать об этом, и понимают, что все-таки есть эфир. Таким образом, ученый, а в свое время еще был такой ученый, известный Никола Тесла, и в интернете вы можете найти фотографии, если вы напишите фото ауры Никола Тесла, то вы, естественно, найдете подтверждение и доказательство. На сегодня у нас сейчас есть оборудование, которое вы можете взять, купить или в интернете посмотреть, где вы можете фотографировать свою ауру, свои тонкие материальные тела, и вы увидите свое физическое тело и разноцветное вокруг свечение, назовем это так. Есть разные методы и методики, которые более профессионально работают или менее профессионально работают. Такие методики, как это и газом фотографии, и светочувствительные, но самое эффективное по-прежнему остается фотографии по методу Кирлиана. Поэтому эта методика, она работает и будет работать еще очень-очень-очень долго, пока ее не усовершенствуют и не доработают. Остальные еще идут в небольшую погрешность. И есть такое понятие, как разные уровни ауры. То есть оказывается, наше тело тонкоматериальное, оно не одно, а их несколько. Их есть эфирное, астральное, ментальное тело. Ну или как... Обрыв связи. Так, вот первое прерывание. Сейчас я пытаюсь установить связь с Александром. Ну что ж, придется нам как-то выходить из ситуации, поставить музыку в эфир. Я включаю музыку и пытаюсь восстановить с Александром связь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Правда, я в гордом одиночестве. Не считая помощницы Светланы, которая сбрасывает из чата и нашего эфира вопросы. Напоминаю, сегодня 16 февраля 2017 года, четверг по одному из современных календарей. 27-й день месяца в Юг и Стужи, 7525 лета Седмица. По идее и по плану заявленного у нас в анонсе в уведомлениях «Астральные паразиты, как защититься». Такова тема сегодняшнего эфира должна была быть с Александром Жарковым. Начали мы её хорошо, бодренько, но потом что-то шкваркнуло, чавкнуло, и интернет с чьей-то стороны или где-то в каком-то месте отключился. И связь между мной и Александром прервалась. Все попытки восстановить связь не удались. По телефону ответ идёт, в интернете ответа нет. Вот такая ситуация. Итак, на те вопросы, которые Александру поступили, я отвечать не буду. Это неверно, если главный редактор берётся отвечать на те вопросы или ведущий эфира берётся отвечать за сказителя вопросы, которые задавались сказителю. На мой взгляд, это совершенно неверно, и я так действовать не буду. Это не наш метод, поэтому уж извините, на те вопросы отвечать я не стану. А вот на вопросы, которые поступают уже мне как главному редактору, наверное, я ответить могу. Итак, первый вопрос поступил, правда, не написано, от кого, но Степана Степановича, будем так называть. Как-то в предыдущем эфире ты обмолвился, что встречал Мазыков Афиния. Расскажешь подробнее. Я уточнял, что я общался с человеком, который имел беседу с афенями, и он хотел к ним подойти, вернее, к ним подошёл, поздоровался, они перешли на нормальный разговор, они стояли на остановке, два человека разговаривали, так нормально, хорошо, никого не трогали, но их разговор вроде по-русски говорили, но слух человека, который занимается древней культурой, языками сразу уловил, что там что-то такое не совсем современное, и он стал прислушиваться, стал понимать, что он ничего не понимает. Вот они просто стояли так. И потом такой же примерно эффект был получен, когда разговаривали два помора между собой на поморской говоре. То есть говорят, 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 и вроде всё здорово, всё хорошо, а понять ничего невозможно. Человек, естественно, который на поморе не жил. Я тогда предположение сделал, что у нас были разные диалекты, как и у поморов, которые занимались своим делом, своим трудом, был диалект тоже такой своеобразный, так и у афейней, так и у казаков. Вот когда казаки, причём из разных мест, у них тоже есть дилектические особенности, из разных мест казаки иногда начинают говорить между собой, и вот сидишь, и вроде ничего не понятно, а уж песню затянут, так и вообще всё здорово. Вот, поэтому диалектов у нас много, и поскольку у нас был эфир, посвящённый как раз казачеству, и там обсуждался вопрос, а является это ли отдельным народом, или всё-таки это русский народ, я там высказал предположение и привёл этот пример. Так что я не могу похвастаться, что у меня кто-то из знакомых и был, или есть афенин, или я вот так вот плотно общался. Я всего лишь навсего пересказал то, что мне поведали. Вот такой ответ. От Лели. Эфирное тело, понятно, астральное, понятно, а вот ментальное, их много может быть наработано. Так что оно представляет из себя. Я же сказал уже, что отвечать на вопросы, связанные с сегодняшним эфиром, не буду, просто так чуть-чуть отвечу, что на мой взгляд, на мой взгляд, разбирать отдельно тела можно, конечно, но всё-таки надо следить за цельностью мышления, цельностью своего бытия, и тогда у вас все тела будут цельны. И в этом случае разбирать, где чего пробило, не придётся. Укреплять надо в этом мире всё. И физическое своё тело, и ментальные свои тела, и эфирные различные тела, к которым относится много-много тел. Не семь, на мой взгляд, а намного больше. Но всё это вместе, составляющие скафандра. Это примерно то же самое, как, например, взять и разбирать кожу, как это делают очень часто учёные. Снимают кожу, начинают разбирать. Вот это вот верхний слой, он состоит из того-то, вот это средний слой из того-то, вот это переходный, вот это нижний, ещё какое-то, ещё чего-то. Вот это растёт, вот это. Это всё здорово, это всё отлично. Но это надо, может быть, знать специалистам очень высокого уровня, которые занимаются кожей. А простому человеку надо просто знать, что кожу царапать не надо, надо её содержать в чистоте. Причём мыть химическими растворами тоже не нужно. Надо понимать, что на коже живут свои бактерии. Если вы их смываете, то их место занимают другие бактерии, которые могут быть хуже тех, которые вы смыли. То есть могут быть, например, полезные бактерии, могут быть неполезные. У вас может быть симбиоз с бактериями, может не быть симбиоза. Вот когда появляются разновидности грибов или лишаёв на коже, вот это уже беда. И тогда уже придётся вам обращаться к специалистам, которые вас будут лечить, или вот тогда уже вам вполне возможно что-то знать про кожу. Но самое главное — просто соблюдать гигиену. Так вот, гигиена для различных тел энергетических заключается в том, чтобы, первое, правильно мыслить, второе, правильно что-то делать, и третье, понимать, кто вы, откуда и куда идёте. Вот если это всё понимаете, то тогда вот эти все так называемые знания вам уже будут совершенно не нужны. Вот такое моё сугубо личное мнение. Я не знаю, что бы ответил Александр, и я не Александр, поэтому за него отвечать не собираюсь. И священность высказал свою точку зрения на этот вопрос. Вестник Богов, вопрос в эфир. Могут ли, по твоему мнению, Алексей, так называемые энергетические клещи, лярвы, создавать и модулировать человеческие сны, маскируя их под вещи сны, чтобы таким способом сосать энергии у людей. Благодарю. Так, опять же, вопрос в тему сегодняшнего эфира, но не ко мне. Это Александру Жарникову. Я скажу, что подключаться к мозгу человека, к его мыслям, вернее, могут многие сущности, но самое главное – то, как вы, люди, мыслите. Как вы, люди, мыслите, вот то и получаете. Если вы мыслите дрянно, то дрянь к вам будет присасываться. Если мыслите по сути правильно, то никакая дрянь к вам не прицепится. То же самое происходит и с организмом вообще. Если ослаблен организм какими-то переживаниями, стрессами, которые сам для себя производит, в этом случае получаете болезни. Если здоровы, то в этом случае вам никто не страшен. Никакой грипп, никакая зараза, никакая простуда. Вопрос в эфир от Алёнушки. По каким причинам могут присосаться паразиты? Я уже ответил. Паразиты присасываются. Значит так. По законам вселестского бытия, что есть наверху, то есть внизу. Что есть у человека на физиологии, то есть у человека на всех уровнях. Поэтому если вы гигиену не соблюдаете, вы получаете причины того, что к вам кто-то присосётся. Вернее, вы создаёте причины и получаете результат. Просто-напросто мыслите благостно, не делайте зла. Ну и много чего там можно добавить. Это я в своих уже лекциях неоднократно говорил и рассказывал. Может быть, ещё что-то расскажу. Идём дальше. от Владимира Заматича Алексея. В итоге, как себя показал твой провайдер с барболической антенной? Связь устойчивая? Да-да-да. У меня всё. Я слушаю вопрос. Александр пришёл к нам. Итак, Александр к нам пришёл. Мы сейчас тогда начинаем всё заново. Сейчас я тогда отвечу, если ты не возражаешь. И мы с тобой тогда продолжим эфир. Владимир Заматич, да, провайдер показал очень стабильную работу с антенной. Так что всё нормально. Связь устойчивая. И я благодарю тебя за то, что ты своё время показал и рассказал, как правильно подключиться и как найти этого провайдера. Всё, переходим теперь уже в живой эфир. Я запускаю отбивочку. И мы, Александр, с тобой продолжим общаться. Но эфир начинаем уже снова. Уж извини. Всё, тишина. Как говорится, поехали. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Итак, только я порадовался, что Александр с нами, и он появился, и тут же сразу куда-то он пропал. Куда-то пропал Александр, пытаясь ещё раз его вызывать. Да, да. Да, ты с нами? Да, слышно. Я не знаю, на каком моменте я прервался, потому что связь... Александр, я предлагаю всё-таки эфир начать снова, заново. Ага. Потому что тут можно сейчас гадать, где прервалось, время прошло уже больше тридцати почти минут. Итак, напоминаю, что сегодня 16 февраля 2017 года, четверг, 27-й день месяца в юг из тоже 7525-го лета, седмица, естественно, по современному, по одному историю календарей, астральные паразиты. Как защититься? Такова тема сегодняшнего эфира. Александр Жарков с нами на связи. Итак, Александр, представляйте микрофон. То же самое, с чего ты начал. Еще разок. Еще разок. Напоминаю, что очень приятно всех вас видеть, слышать, рад. Хочу рассказать о таком понимании, как мы живем в физически плотном мире. Наши предки в древности знали, что существует несколько миров. Есть физический мир, мир явный, тонкоматериальный мир, мир навный, где живут тонкоматериальные сути, духи, умершие родственники и высокочастотный мир, где живут так называемые наши боги, предки, ангелы, хранители. Таким образом, это можно представить в современной физике как высокие частоты и низкие частоты. Представляем, мы радиоволну, мы крутим. Если наши пять органов чувств не воспринимают все спектры, но тем не менее есть люди, у которых более способные развитые структуры ДНК, которые помогают нам развивать, вскрывать эти способности. И таким образом мы начинаем видеть, есть такие люди, и в древности такие были люди, которые могут видеть тонкие миры и духов. Но, тем не менее, пока мы этого не видим, не слышим или не понимаем, нам надо как-то с этим жить, понимать. И как же это? В свое время ученые, такие как Кирлиан, а еще до этого Никола Тесла, разработали специальное оборудование, которое помогает делать фотоауры и так называемые фото тонкоматериальной структуры. Оказывается, у нас, у человека, есть тонкоматериальный мир или так называемый эфирное тело, наш эфирный уровень. И когда делали фотографии, вокруг человека, биополе, присутствует структура или оболочка, которая есть у всех, у всех, у животных, у растений, у насекомых, у людей. И когда делали разные фотографии, определили, что энергетика у кого-то больше, у кого-то меньше. В том числе, на сегодняшний день есть специальное оборудование, которое можно приобрести, даже есть целые бизнесы, можно сделать фотоауры человека и увидеть детально, как выглядит ваше биополе и там иметь даже свет и так называемое астрального тела, ваше тело эмоций. И таким образом учёные сделали эксперименты, они узнали, что есть более живые объекты, есть более энергетические, которые излучают малой энергии. Таким образом, они когда начали фотографировать, они заметили, что люди, которые больные, которые имеют разные патологии, фобии, имеют энергетические сгустки, определённого энергетического уровня. Таким образом, эти сгустки, они влияют собой так называемую проблему. И они начали анализировать и заметили, что после того, когда появляются сгустки, у людей появляются плохие привычки, ну и не только. Это так называемые астральные паразиты. на которой есть. Как определить то, что у вас, на вас есть астральные паразиты? Ну, есть несколько критериев. Первое, если у вас есть зависимость или вредная привычка, особенно если она вам не приносит удовольствия или у вас появилась, как обычно, это проявление астральных паразитов. В том числе, если у вас есть депрессивность, раздражительность, гниливость, страх какой-то, оно в том числе может проявляться. Если у вас снятся сны, и вы устаете, или у вас на тонком плане кто-то во сне за вами бегал, и вы в поту, это действительно астральные паразиты, которые присутствуют. Если вы утром стоите в кровати уставшие, вялые, у вас появляются привычки пить кофе и подняться тонус, это тоже проявление их. В том числе, если у вас беспокоит головная боль или у вас холоднеют руки, ноги, это означает, что у вас выпивают жизненную силу эти паразиты. И если у вас возможно какие-то проблемы психосоматического характера, начинают и зрение падать, или там паразиты создают проблемы у вас начинают с почками. Обычно помимо физических паразитов, бактерий, на тонком плане присутствуют и вот такого типа рода паразиты, как мелкие, так и большие. Если взять на фотографии, то они выглядят в виде шариков, таких сгустков, кругляшков, в древности разные народы описывали и знали о том, как они назывались, эти тонкоматериальные духи, сути, в Индии Акшасы, и Ипти, их называли и Беса, и в Римлян, и Лары, и духи-помощники, но их на самом деле очень много, большая классификация. Сейчас я хочу просто рассказать одну из самой такой распространенной классификации, с которой мы сталкиваемся, это лярвы, так называемое, такое свистное название о астральном паразите. На самом деле это наше желание, то есть это внутреннее желание человека, которое порождается самим человеком своими мыслями. Мы знаем, мысли, форма, она материальна, сила мысли, она проявляется. Поэтому в данном случае, когда мы свою жизнь желаем что-то, то мы подыхаем энергию. А если у нас мысли в течение дня большое количество, сотни тысяч, и мы эту мысль циклируем, то эта энергия отформирует такой сгусток энергетический шарик и потом паразитирует на биополе человека. Таким образом появляется лярва. Или так называемая это, в принципе, результат жизнедеятельности мыслей людей в аналитическом мире. Поэтому если мы понимаем, в принципе, лярвы могут существовать довольно долго, ну или несколько секунд, у вас какая-то мысль, она незначительная, и увлечённость ушла до бесконечности. Есть рядом, есть человек, который подпитывает вас энергией, забирает, то в том числе могут от этого человека быть астральные паразиты, на нём какие-то сидеть. Или, возможно, эти паразиты питаются на вас энергией, вас проявляют какие-то привычки, которые вам не свойственны, или там тяга к алкоголю, к наркомании, или ещё каким-то зависимостям. И таким образом появляется. Ну, самый простой пример, мне он очень нравится, я всегда его всем рассказываю, практически, если вы ложитесь спать, ночь уже, вы чувствуете, что вот вы и все спите, и всё будет хорошо, нормально, и тут у вас появляется желание, а не пойти ли в холодильник открыть и съесть. Хотя вы, по идее, понимаете, что абсолютно нет никакого понимания того, что вы хотите с голодом умрёте, но у вас просто внутренне появляется желание, вы просто берёте и идёте кушать. Таким образом вас эти астральные паразиты начинают подъедать. Вот. Но если мы сейчас не будем говорить вот такие вот привязки, то, конечно же, энергетические паразиты, они появляются и от, особенно, они крепятся на тонком плане, они крепятся в рамках нашего биополя, в рамках нашей оболочки. Учёный Кольцов об этом очень хорошо рассказывал и рассказывал в зависимости от гриппа, от болезней различных. Это биополе, оно деформируется и могут приходить различного рода паразиты. Таким образом, таким образом, мы понимаем, что в данном случае на фотографиях, когда их взять, их можно классифицировать. На самом деле, их различное количество и множество, мы сейчас классифицируем самые-самые простые. Это мелкие мысли. Обрыв связи. Появляются у нас, появляются помимо 7-минутных желаний. Такие, как мы идём и ни с того ни с сего мы хотим сникерс купить какой-то. На самом деле, мы понимаем, что мы без сникерса можем да и прожить и всё хорошо у нас в жизни, но почему-то у нас появляется это желание и мы паразитируем. Более серьёзные, средние лярвочки, так называемые, это уже обычные привычки, от которых очень тяжело отказаться. То есть и лень, и неорганизованность, раздражительность, неисполнительность, такая медлительность, к которым бороться труднее. в том числе, если вы поставите установку 7 раз и проговариваете её, что вы хотите негативную установку, поменять на позитивную. Или 144 раза вы повторяете любую мыслеформу, она автоматически прописывается в подсознании на новую. Или 21 день, если вы делаете любую привычку, то она трансформируется в новую. Таким образом, таким образом, есть и большие паразиты, лярвище, так называемое, это уже те, которые имеют серьёзные привязки, серьёзные, которые формируют уже человека, от которых очень тяжело избавиться. И у вас появляется безумная страсть, вы становитесь жёсткими, деспотичными, фанатичными, у вас жёсткий уклон, вы там уходите, вас становитесь алкоголем. Обрыв связи. Если это понимать, то у нас появляются помимо крупных паразитов, чем они опасны. Крупные паразиты, они опасны тем, что они своим биополем могут заражать других паразитов. И в вашем теле у вас могут появляться сообщения с такими людьми, которые курят, пьют, используют бродные слова. просто негативные мысли, возможно, усталость, слабость, возможно, вас будут вампирить. Таким образом, вы будете чувствовать себя дискомфортно. В том числе, если мы говорим о больших паразитах, они множатся, и они влияют на вашу психику. Вы чувствуете себя раздражительностью, вы чувствуете себя уставшим, вы чувствуете себя замученным, и таким образом они вас провоцируют подпитывать дозы, дозы, дозы. Причём, мало того, каждый паразит, вот как мы питаемся разной едой, так и они питаются разной едой. И есть разного типа паразита, я сейчас не хочу останавливаться, но самое простое есть паразиты, которые питаются сексуальной энергетикой, у нас очень много энергии жизни, радости к жизни, есть паразиты, которые висят на компьютерных играх, и на всяких разных зависимостях, и в скоплениях, где есть катастрофы большие, там скопления мёртвой энергетики, есть паразиты, которые питаются мёртвой энергетикой, в том числе помимо мёртвой энергетикой, помимо паразитов на тонком плане, мы ещё понимаем, что если у нас привычка проявляется уже очень долго, то уже это лярва или паразит, он проявляется внутрь нашего сознания и может крепиться на органе. И поэтому на физике у нас проявляется пробой и уже потом появляются наши обычные бактерии, микробы, которые могут повредить наши органы, и мы имеем достаточно большую физическую проблему. Для того, чтобы защититься, нужно использовать различные молитвы, в том числе и от паразитов разного рода. Есть молитвы, есть медитации, можно делать свечкой себя проводить, кто-то яйцами выкатывает, кто-то обливание делает, кто-то аскезует, то есть вы берёте обещание себе, что вы в течение какого-то срока будете делать деленные действия, и вы заключаете договор с паразитом, что он уйдёт. В том числе, если мы говорим о осознаниях, о якорях, вы можете использовать звуковую чашу, она убирает звук, повышает частоту вибрации. Но самое классное, это помимо дополнительных оберегов, фенечек, мотанок, или там разных науз, которые вы на руки, или свастику, которую вы можете носить, вы будете просто излучать из свет и любовь. Когда у вас будет достаточно большая частота вибраций, вы будете осознанно, вы будете нести гармонию, вы автоматически не будете иметь никакого такого большого энергетической проблемы, потому что вы будете в другой частоте. Представьте себе, как мы сейчас слушаем радио на одной частоте, вы не слушаете частоты других, в том числе и паразиты. Вы просто-напросто повысите уровень вибраций, вы будете излучать, на котором они не могут просто находиться. Поэтому есть специальные молитвы, которые нужны для очистки, которые имеют разного рода форматы установок по очистке от паразитов. Но самое простое, это нужно правильно действовать, чтобы мы себя защитили от этого всего. Во-первых, это не накручивать себе лишнего, то есть не нужно понимать любая информация, мы понимаем, что мы ее воспринимаем не полностью. Нужно наш мир понимать, реальность не полностью является действительностью, потому что мы видим неполный мир и любая картина, любая проблема имеет дуальный характер. Поэтому не нужно делать поспешные выводы. Во-вторых, мы должны четко понять, что вне зависимости от того, что мы волнуемся или не волнуемся, это никак не влияет на ситуацию в положительной стороне. Любые страхи, если они появляются тогда, когда еще этого не произошло, мы уже это боимся и ставим себе программу. В том числе нужно отслеживать наш уровень эмоциональной реакции и все негативные эмоции, которые мы стараемся отследить, проработать и наработать положительные качества. Заниматься медитацией и положительной дыхательной практикой, быть на природе. Природа помогает очиститься, убрать от паразитов. В том числе, если мы становимся в зависимости от каких-то сериалов или телевидения, убираем эти все мысли формы, негатив, окружение вокруг себя, повышение правильной информации вокруг вас, людьми, событиями, эмоциями, тоже создает такую, так называемую, защиту. Ну и следующее, нужно не забывать очистки помещения дома. Если у вас в доме ломаются предметы, что-то там плохо выходит из строя, то это астральные паразиты, которые в том числе мешают вам находиться в том пространстве, если у вас кто-то болеет или вы ссоритесь, то это означает, что нужно чистить дом. Пройдите, возьмите свечку, пройдите, попросите, чтобы покинули все паразиты в ваш доме, и проведите по углам. Таким образом вы сожжете, можно 3-9 раз проводить для того, чтобы поуходили паразиты. В том числе можете, вначале мы проводим 3 раза против часовой стрелки, просим, чтобы негативные сущности ушли, а потом мы заряжаем помещение 3 раза по часовой стрелке, проводим вокруг дома пространство. В том числе вы можете также провести водой побрызгать, воздухом проветрить помещение, что тоже помогает, чтобы не было заплыва воздуха и пыли в доме, которое тоже потом может повлиять на притяжение одного рода паразитов. И таким образом вы можете очиститься. Порог вы засыпали раньше в древности солью, чтобы в дом не приходили разного рода сущности. Ставили обережник или какой-нибудь веночек, или купальский венок, или брали мотанку, ставили, что защищало дом. А если вы будете взаимодействовать еще с домовыми, поставите ему еду, это духи защитные, которые положительные, они могут защищать. Но домовые они маленькие, они не смогут защитить от ваших жутко вредных привычек, которые вы паразитируете постоянно. Поэтому нужно стараться не продуцировать негативные мысли, которые есть. Если у вас проявляются эти мысли долго, то вы можете защищаться защитами, разными фенечками. И, как я уже говорил, оно тоже помогает. И всегда делайте уборку в доме, ну раз в неделю хотя бы обновляйте. Если паразиты влияют на вас очень-очень долго, то они могут повлиять на появление очень разного рода болезней. И язвы желудок, и астмы, и щитовидкой проблемы, и там уборок, и головокружение. Есть. Это онкология. Что такое онкология? Онкология — это сумма паразитов. То есть это не один, в принципе, несколько родов паразитов. Переживания, обиды, эгоизм, ревность, агрессия, убийство любви, измена — это всё порождает онкологию. И таким образом эти просто паразиты скапливаются у вас на каком-то том или ином органе, и потом уже проедают. Обрыв связи. И говорим в том числе, это помимо энергетических привязок могут быть такое, что паразиты паразиты могут делать какие-то негативные мысли, какие-то негативные действия и побуждать вас к тем или иным действиям. Поэтому старайтесь максимально оградить себя от людей, которые несут негативную энергию, окружать себя положительными эмоциями, фотографиями, книгами, ароматами, запахами. То есть максимально уберите отрицательную энергетику у себя. Бывайте чаще на природе, бывайте занимайтесь йогой, занимайтесь добрыми делами, помогайте пространству. Таким образом вы создаете, взаимодействуете с высшими силами, просите ангелов-хранителей вам помочь, избавиться от привычки вредной, от паразитов. У вас появляется смысл существования жизни, вы начинаете жить, радоваться, улыбаться. Вы наполняетесь в пространстве, заряжаете других людей, соответственно и другие люди будут избавляться от этих вредных привычек, эти паразиты не будут приходить. Поэтому здоровым теле, здоровый дух. Ну и в том числе вы влияете на пространство в нашем мире, в нашей реальности, в нашем окружении. Поэтому в данном случае всегда нужно отслеживать речь, о которой мы говорим, потому что наша речь мутирует, наша ДНК, автоматически мы ни к чему хорошему не прием. Нужно избегать сплетен, нужно избегать всего-всего остального. Нужно отслеживать жесты и не заниматься пустыми разговорами, которые есть. И таким образом мы понимаем, что мы не будем притягивать все самое негативное в нашу жизнь. Если подытожить, бывают разные паразиты, это энергетические сгустки, так и тонкоматериальные сути. В том числе они бывают большие, малые, средние. Они могут влиять на появление вредных привычек, пристрастий. И в том числе мы можем иметь многочисленные опасности, которые в следствии приведут к каким-то болезням, фобиям и так далее. Поэтому повышение вашей вибрации, искренней чистоты намерения, духа и правильного образа жизни позволит вам избавиться от этого большого количества негатива, которое есть. Надеюсь, я постарался хоть и кратко, с перерываниями несколько раз, но изложить эту тематику. И я думаю, будет лучше, если я отвечу сейчас на вопросы. И эти темы, на самом деле, можно развивать очень долго, но сама суть — это нести свет и любовь. Если вы будете нести свет и любовь, будете гармоничны, следить за своей речью, следить за поведением и за реакцией, то никакой паразит вас никогда не тронет. Понятненько. В общем-то, всё свёл к этому. Ясно. Ну давай тогда отвечать на вопросы. Значит, так, первый вопрос был от Владимира Изматича. Есть нормальное название, определяющее суть — энергетические паразиты. Почему используются названия, не соответствующие сути — астральные паразиты? Да и вообще не надо обманывать себя. Их лучше называть неорганическая форма жизни. Ну, в принципе, да, действительно, можно так. Но астральные просто — это уровень наших эмоций. Просто можно и ментальные паразиты, это ментальные мысли формы или так называемые программы. Бывают и такие. То есть, когда мы попадаем в поле, у нас появляется ни с того, ни с сего такая мысли форма. Поэтому мы сейчас говорим о тех мыслях, которые, паразитах, которые подпитывают наши желаниями, нашими эмоциями. Поскольку человек излучает достаточно большое количество эмоций, то вы можете и тот термин, который вы озвучили, вполне его использовать. Он вполне логичен и приемлем. Так, хорошо. Хорошо. Следующий вопрос от Антона. Крепкого тебе здравия. Встречались ли тебе случаи, когда паразит захватывал сущность и пользовался физическим телом жертвы? Благодарю. Да, встречались. И это так называемый процесс экзорцизма, когда человек полностью неосознанный и он делает очень странные вещи, ну там, начиная от брани, руганий или ссор или физического насилия людей. С таким сталкивался, видел, неоднократно работали. Да. В интернете вы можете посмотреть очень жесткие, даже есть фильмы документальные о экзорцизме, и вы можете посмотреть, у кого хватит. Я беременным не рекомендую и людям с легкой психикой, которые подвержены влиянию, не рекомендую смотреть такое. Хорошо. Пупкин из Одессы так представился, задает вопрос в эфир. Как избавиться от боли в пояснице? Ну, мы сейчас понимаем, что тут многомерный вопрос. Избавиться от боли в пояснице нужно работать. Это, во-первых, и психосоматическая проблема родовая, то есть нужно работать с физикой, упражнения делать яргу или сваргу, или делать, я же говорю, белаяр, разные практики, комплексы. Можно на доске Елминова повисеть, повосстанавливать, можно к остеопату, к остоправу пойти, который выровняет. И тут надо понимать, насколько у вас минеральных веществ хватает. Может, у вас там не усваивается кальций, и поэтому диски перетерлись. Тут надо работать. Ну и в том числе, возможно, у вас какая-то родовая проблема, родовая сущность сидит и влияет на этот копчик. Поэтому рекомендую помолиться, нарисовать генеалогическое древо, помолиться за свой род, попросить у всех прощения. Таким образом вы сможете избавиться от этой боли. Ну, это происходит не за несколько секунд. Узнаем, восстановление в костной системе занимает, возможно, и пару месяцев это зайдёт. Ну и интенсивная терапия, правильное питание, мышление, чистая вода, структурированная, даст положительный результат. И любые паразиты на позвоночнике, они уйдут. Хорошо. Дальше Пупкин из Одессы продолжает вопросы задавать в эфир. Как могут голоса из знавного мира звучать в явном? Можно стать ясновидящим и как? Хороший вопрос. Голоса из знавного мира могут звучать по-разному, зависит от того, как у нас, сколько языков на планете, столько разных людей. Там же есть и сущности, которые могут брать под контроль интеллект человека и подбирать слова, если они хотят обдуривать ясновидящих, экстрасенсов, парапсихологов, представляться разными святыми и потом нести ложную информацию, чтобы человек просто слил эту энергию. Могут иметь злобный голос, могут иметь противный голос, могут иметь примитивные звуки. Всё зависит от уровня интеллекта развития. А может, как обычное насекомое не иметь ни звуков, ни общения. Всё зависит от уровня и интеллектуального ранга существ. Обрыв связи. То тут, конечно, совсем разная структура. Поэтому нужно понимать, что энергетически все они разные. Но как повысить уровень осознанности? Ну, то есть мы работаем с ДНК, опять же говорю, от физического уровня, правильное питание и запросы мышления. Есть очень много практик, которые повышают энергию, начиная с славянской живы, которая поможет вам. И осознанное понимание наработки тонких тел, когда вы работаете и расширяете, восстанавливаете пробои и связи с вашей структурой ДНК, активизируете уровень способности вашего мозга не на 5%, а там на 50, на 100. Таким образом вы начнете видеть тонкоматериальное. Ну, есть простая методика, она очень-очень легкая, когда вы берете листик бумаги, ручку, и начинаете как будто сыпать соль из пальцев. Ну, вот, сыпите соль и смотрите насквозь. Таким образом вы будете видеть свечение. Можно встать напротив белой стены и на другого человека смотреть, и будет такой ореол вокруг вас. Начинаете видеть ауру, а потом уже начинаете всматриваться в объекты, и потом дальше эта практика может вам помочь. Кто-то на свечку смотрит и видит ауру, а потом переносит такое же видение на обычные объекты. Обрыв связи. Если вы будете практиковать регулярно, то таким образом у вас ваше сознание привыкнет, потому что нужно поубирать установки, которые в вашем сознании есть, то, что вы этого не видите. Как только вы это начнёте видеть, автоматически у вас уйдут все эти процессы негативного содержания. Надеюсь, я ответил. Но на самом деле это целая тема для разговора. И это отдельный, даже, я думаю, будет правильный эфир по поводу повышения вибраций, открытия способностей и не только. Тема для диссертации. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. Разве мы из мира НАВИ не переходим в мир слави и потом пытаемся достичь мира прави? Нет, всё правильно. Что такое мир слави? Это высшая НАВИ, то есть это высший астрал, который мы проходим. Естественно, так это и есть, это проходит. Даже и спору нету, в ведах и написано. И рекомендую посмотреть фильм «Наш очаг». Замечательный фильм, в котором рассказывают, что происходит во время смерти и как переходят, как к тонкоматериальной сути общаются. Фильм написан по книге одного известного контактёра, медиума. Он старенький, но вы можете его в интернете найти. «Наш очаг», «Наш дом» ещё по-разному называется. Вот. Я ответил. Антон задал тебе вопрос. Пожелал тебе успеха в бою и написал «Как ты относишься к трудам Николая Левашова? Читал откровения его жены Светланы. Читал ли ты? Мне помогло, — пишет он. А тебе?» Ну, я уже говорил, уважаю труды, читал все книги, работаю, понимаю. Но, естественно, Светлана описывает замечательно и «Тункие миры», и «Жизнь рода мира», и многие-многие аспекты, которые есть. Ну, когда с этим работаешь и сталкиваешься ежедневно, тогда ты понимаешь и уже через практику начинаешь осознавать многие-многие аспекты. Но я всем настоятельно рекомендую читать откровения. Я думаю, я не знаю, получится ли там у ребят те наброски, которые она ещё делала, но не опубликовала. Кто-то, возможно, их когда-либо опубликует. Для кого-то это будет продолжением интересным. Ну, или для всех желающих пообщаться на тонком материальном плане Николай и Светлана Левашовы присутствуют моментально, вы во сне с ними можете пообщаться. Было бы желание. Вот так. Следующий вопрос от Юлии из Щёлкова. Здравия, Александр! Ты говорил, люди с определённым восприятием могут видеть потусторонние миры, в кавычках «потусторонние миры». А вот как быть, если видение миров, скажем, у разных людей разнится? Очень правильный вопрос. Я думаю, он вообще самый ключевой для всей эзотерической тематики в пространстве. Это зависит от уровня воспитания и уровня наработки сознания человека. То есть, если человек выпустим… Ну, представляем себе шкалу диапазона радиостанций. Возможно, человек знает много радиостанций, и он в призме своего восприятия подбирает сознание, чем те только радиостанции, которые он может удержать в своём сознании. А другие он просто не видит или трактует их под уровнем своего сознания. Поэтому нужно искренне верить. Должна быть правда, доверие, страсть. Вы должны не обманывать себя, а говорить правду самому себе и стараться понять, ради чего та информация. Или она ложная, или это ваша фантазия, или это действительно так. Доверяйте себе, доверяйте душе, и вы будете видеть именно ту информацию. Не нужно быть эгоистом, не нужно четко думать, что вот только так правильно, и другого ничего не существует. Старайтесь, читайте, проверяйте информацию, анализируйте, доходите к критической массе своего сознания, и тогда у вас всё получится. Я в этом уверен. На своём опыте знаю. Хорошо. Вопрос эфир. Здравия, уважаемые соведущие. Каким образом происходит откачка энергии, если работаешь с больными людьми, и как защититься? Может ли происходить откачка энергии через работу с детьми? Конечно. Это очень классный вопрос. В большинстве случаев люди с силой веры, мне очень нравятся сотрудники в больницах, они просто-напросто не берут на себя эти программы, не берут переживаний. Когда человек перепроживает за больного, он может создать биополе, продырку, и этот паразит может перебежать на вас. И потом вы, поскольку имеете молодую энергетику, он будет питаться вами. Защититься? Ну самое простое, мысленно представляйте, что вокруг вас есть золотой кокон, такой кокон вокруг вас всего, и платиновый кокон поверх вас. И тогда автоматически и золотой, и платиновый кокон будут вас защищать. И вы утром, и вечером, утром проснулись, создали мысленно, раскрутили, как будто вы в коконе. И пошли себе на работу или там заниматься вашими делами. А потом просто-напросто к вечеру обновили этот кокон, раскрутили, лопнули и заново создали новый. И тогда у вас никаких проблем не будет с болезнями. Я знаю очень много людей в реанимациях или там в каких-то в разных инфекционных диспансерах находятся, и медсестры не болеют, и живут очень долго. Но это самое простое, когда вы энергетически можете защититься. Некоторые ставят защиту зеркалом или там изумрудную защиту, или фиолетовую защиту. Ну, зависит от уровня болезни и уровня энергии, вибраций, которые есть. Тут уже нужно целую лекцию по эзотерике читать. Хорошо, идём дальше. Здравствуйте, Александр. Подскажите, пожалуйста, как защититься от деструктивных, низкомерных людей, после общения с которыми чувствуешь себя выжатой? Благодарю. Ну, первое, ставьте между вами и этим человеком золотую божественную восьмёрку, таким образом, горизонтальную. Она будет трансформировать любовь. Ставьте вот эти энергетические защиты и посылайте. Любовь вообще самая классная — меньше общаться, потому что, значит, у вас есть где-то такие же вибрации, то есть вы притягиваете. Старайтесь меньше обращать внимание, старайтесь меньше, и тогда эти сущности, эти люди вас не задевать будут, и вы просто-напросто их на дороге, на пути не будете встречать. Вот, я ответил. Хорошо, так. Дальше вопросы. Опять перерываю связь, восстанавливаю. Да-да. Вопрос эфира Владимира Змыти. Александр, откуда вообще могла возникнуть столь контрпродуктивная идея избавляться от паразитов? Мне совершенно непонятно. Приведу простой пример. Если перестрелять волков, овцы начнут болеть и дохнуть, ибо волки перестанут резать больных особей. Однако, вылавливая и отбирая самых дрессируемых волков, можно повысить отличных, вывести отличных защитников себе в пользу. Издревле известно, что паразиты присасываются к человеку почти с самого рождения. И за десятилетия совместной жизни налаживают столь тесный взаимообмен, что оторвать паразиты от человека без потери разума или жизни почти невозможно. Паразиты – это не паразиты, а просто иная форма жизни. Не хуже, не лучше, просто иная. Добавлю ещё, нормальный человек собственной дисциплины делает свою энергию негодной для неорганических форм жизни. Однако, по своему желанию, может выделять некоторое количество вкусняшек для избранных неорганических попутчиков по жизни. Почему люди не знают столь простые вещи? Это чей-то сговор? Вообще, отлично. Тут в самом вопросе есть ответ. То есть, никто не говорит, что избавляться нужно для того, чтобы познать более высокий уровень сознания, более высокие уровни. Поэтому негативы любые, просто ваши привычки тормозят, и вы чувствуете, вы не можете реализовать свои себя, вы фокусируете даже на алкоголь или на какие-то паразитирующие привычки, вы просто-напросто не можете реализовать себя, свой потенциал, ваше творчество, создавать картины, писать музыку, песни, стихи и тому подобное. Поэтому настоятельно не рекомендую на них забивать. Лучше понимать, чем больше у вас энергии, и тем быстрее вы начнете думать. Паразиты, они помогают. Паразиты вам дают фокус, над чем надо работать. А насчет сговора, ну, это большинство людей, неосознанных людей, вообще не знают, что даже есть микробы и эстафилококки в организме, не говоря уже о каких-то там энергетических паразитах. Поэтому тут вопрос, он такой двоякий. Это называется профориентация, и мы вообще не знаем о существовании эфира, или то, что у человека есть аура, или чакры какие-то. Поэтому это, да, это необузданность нашего населения. Мы забываем корни и знания наши. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Александр! Могут ли, по твоему мнению, так называемые энергетические клещи, лярвы создавать и моделировать человеческие сны? Маскируй их под вещи сны, чтобы таким способом высасывать энергию у людей. Благодарю. Да, может быть всё, что угодно. Всё зависит от уровня вашего сознания. Если ваше сознание запичканное этими лярвами, то вы попадаете в сон, где там будут такие картинки. Посмотрите фильм «Время». Очень хорошо, там классно показано на эту тему. И вообще максимально очищайтесь перед сном, благодарите высшие силы, род, богов, ангелы-хранители. И тогда у вас чистота вибраций уберёт всех этих паразитов, у вас будут чистые благостные сны. Очищайте. Голову мыть нужно не только снаружи, но и внутри. Вот так. Хорошо. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Скажи, что делать, как избавиться от этих астральных паразитов? Ну, уже говорил, молитвы, медитации, аффирмации, осознание, любовь к жизни, радость, мотанки, фенечки, чаши, купаться в купелях, в баню ходить, массажи. Массаж, когда мы делаем, тоже уходят эти паразиты. Когда мы масло пьём, там, расторопшика, напляное, мы вылакиваем желудки, и тогда они не могут присосаться. На тонком плане восстанавливается эта энергетика. Эфирные масла позволяют в комнате запах заполнить, когда мы восстанавливаемся. Это всё очень-очень-очень благостно. Антон задаёт вопрос. Александр, что можешь сказать о симбиозе сущностей? Благодарю. Конечно, они сговариваются, сущность, которая говорит, я сейчас не только тебя к холодильнику не подпущу, там и сущность обжорства, потом лени, потом не любви к себе. Одна сущность говорит, а ты ещё через зеркало пройди, посмотри, какой ты уродливый, а потом ты подойди, и явно ты ещё не проснёшься утром на пробежку. То есть у них сговор, они работают в едином системе организма, потому что понимают, что нужно питаться. Вот так. Дядя Пупкин из Одессы. Вопрос в эфир. Как избавиться от паразитических мыслеформ? Создавать положительные мыслеформы. Не думать о негативном, а думать о позитивном. Стараться заменять негатив на позитив, тогда будет результат. Не думая, секунду свысока, да. Да-да-да. Ну что дальше, следующий вопрос в эфир. Евгений из Челябинска. Однажды ставил себе программу на подсознание. Были сложности. Надо было определить. Вдруг появилась мысль выйти из тела. Оказалось, ничего сложного. Ощущение словами передать сложно. Чистота свободы через меня дует ветер, заряжает как батарейку и щекочет. Продолжалось это недолго. Произошло следующее. На меня со всех сторон схлопнулась чернота. Помню, что воспринял это как нападение. Затем кто-то затолкал меня назад в тело со словами «Куда ты лезешь? Давай обратно». За что я бесконечно благодарен. После этого случая с практиками завязал. Единственное, что сделал пару лет назад, поставил защиту от кодирующих программ из телевизора и интернета. «Собственный вопрос. Почему меня не оставили на стадии принятия решения? До сих пор не знаю, была это моя мысль или нет. Как определить, что могло произойти и как результат избавиться от последствий?» Ну, глубинный вопрос на самом деле. Но вопрос «почему?» Потому что это закон свободы воли. Мы говорили о законах Вселенной на эфире. И надо понимать, что это ваш выбор. Когда вы уже совершили, ангелы-хранители вас возвращали или ваши учителя. Что касается, какие могли быть последствия, ну, могли и ваше тело захватить, или тонкоматериальную нить, которая связана с вашим телом, перерезать, и потом вы могли сразу же умереть. Ну, или же вам подселить кого-то, и вы были как лунатик ночью ходить, просыпаться, и вас под контролем делать какие-то деяния. То есть можно промотать, запросить у ангелов-хранителей в высшей сути, и во сне вам придут ответы. Ну, это такое, опять же, очень-очень глубинное. Нужно проводить вам сеанс, раскопку, регрессию, и получать ответ. Вот так. Хорошо. Вопрос эфир от дяди Стёпы. Про 144 раза. Прописывание подробнее, замена на положительные мысли формы. Да, то есть мы берём 144 раза, говорим, не я брошу курить, а я веду здоровый образ жизни. Я веду здоровый образ жизни. Я веду и так 144 раза. И автоматически оно заменяет подсознание. И так каждый день, 21 день подряд. Да, да, да. Хорошо. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Имеется ли у тебя, Александр, систематизированная классификация паразитов и имеешь ли ты способность видеть этих сущностей? Вот лично мне, на Карачун, когда как раз тёмные силы в активной фазе виделась некая сущность с двумя сторонными присосками, которая присосалась к вене на предплечье. Всё это происходило в полудрёме, то есть наяву. Сам я не курю, не пью. Это так на всякий случай он написал. Что это за зверь, по твоему мнению? Астральный паразит или ещё чего? Благодарю. Классификацию не веду, потому что каждый день их вижу, и их столько большое количество, сколько и людей. И тут очень сложно. Вот этот астральный паразит — это арголаз. Ну, это ничего не говорит для большинства людей, то, что вы знаете, не знаете. Ну, это просто такой паразит, который выпивает и энергию страха навевает. Во время полнолуния вы их можете видеть. Если у вас потенциал хороший, то вы можете видеть такое. Ну, очень хорошо. Пелевин в генерации Пи рассказывал, кто хотите, можете посмотреть. Даже есть фильм. Там очень классно это всё показано. Вопрос эфир от Гриши. Здравия, Александр. Что такое, по-твоему, лень? Игрегор — астральный паразит или недостаток энергии? Каждый день мне себя приходится заставлять заниматься зарядкой. И часто оттягиваю это время. В большинстве случаев это лярва, то есть которая сядет и говорит, что у тебя не получится. Бывает это, Игрегор, когда мы находимся либо на территории, возможно, в жилом помещении, где там 16 этажей людей не хочет заниматься зарядкой, мы уже в биополе, попадаем в пси-поле самого дома с негативом. Ну, недостаток энергии — это уже следствие. Это следствие. Понятно. Вопрос эфир от Владимира Замытища. Александр, прошу уточнить про холодильник. Ты сказал, что когда человек ночью просыпается и пробирается к холодильнику, чтобы покушать, это тут лярвы не виноваты. Тут я не очень разбираюсь. Но, по-моему, это называется пранаедение. Нет, пранаедение — это никакого отношения не имеет, когда вы будете только жидкостью питаться и энергией. Тогда это пранаедение. А если… Ну, тут работает взговор и тонкоматериальных существ, и паразитов ваших гельминтов, которые имеют сознание и вас провоцируют на притяжение это. То есть сами поймите, зачем вам ночью есть? Вам что, энергии не хватает? Зачем? То есть тем более оно не переваривается. Это просто гниёт до утра, пока у вас орган, кишечник нормально не запустится и не начнёт работать. Поэтому, да, действительно, это астральные паразиты. Понятно. Идём дальше. Елена написала. Здравствуйте. Я так понимаю, что надо вокруг всего дома ходить, в городе, чистить весь дом. Спасибо. Да, да. Так и есть. Но только в той территории, где вы живёте. И туалеты, и ванны, и прихожие. Всё-всё-всё. Полностью всё. Нет, она имела в виду вокруг дома целиком ходить, многоэтажно. Нет, 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 нет. Только в той территории, где вы живёте. Вы не имеете права, это не ваша частная собственность, там, где живут другие люди. Поэтому, если все вместе дадут согласие, то тогда да, конечно. А так это нарушение закона свободы воли. Может, кто-то хочет иметь деструктивную программу. А вдруг Елена, она владелец этого дома. Ну это уже другой вопрос. Ты скажешь, не хочу грязи в своём доме. Пошли вон. Ну ладно. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Существует ли описание звёздных, в скобочках, астральных энергопаразитов в славянских сказках, в преданиях? Упоминаются ли они в народном эпосе? Если есть, то приведи примеры, Александр. Благодарю. Ну, я вот прямо так сейчас сказкотерапию не могу прямо проклассифицировать. Ну, могу сказать, есть классификация. Там и Жагницу я встречал, и встречал Кикимор. Но я думаю, есть сказки, их перечислять. Я думаю, многие слышали о Кикиморах. О упырях тоже в сказках есть. Там о гулях разных. Поэтому частично какие-то астральные паразиты упоминались. Вот прямо сейчас так несколько сказок на скидку я не могу вспомнить, честно скажу. Не буду врать. Понятно. Следующий вопрос в эфир от Руса76. Как использовать паразитов, чтобы они приносили пользу? Не, ну можно, конечно, с ними договариваться. Ты мне дашь энергию или способность, а я там буду продолжать паразитировать. Ну, конечно же, если вы действительно это хотите, но лучше иметь собственные способности на 100%, чем использовать какие-то второстепенные. Ни к чему хорошему оно не приведёт. Поэтому мы сейчас не будем лекции о демонологии рассказывать. Понятно. Вопрос в эфир от Дмитрия. Я стал добавлять воду для матья полов. Пол чайной ложки соль. В результате фильма, вышесказанный фильм «Наш очаг», он там в 90-х годах снимал, в конце 90-х, в начале 2000-х, «Наш очаг», не могу сказать, кто режиссёр, не помню точнее. Ладненько, идём дальше. Вопрос эфира от Дмитрия. Я стал добавлять в воду для матья полов пол чайной ложки соли. Я не знаю зачем, но чувствую, что надо. Собственный вопрос. Зачем добавлять соль? На что соль влияет? Благодарю за ответ. Ну, как даже когда с демонами, если солевой круг делаете, то вас не могут атакануть, говорится, проникнуть в вас, если вы находитесь в этом замечательной сказку Вий. Кто-то читал, я думаю, или фильм смотрели, я думаю, вы вспомните. Соль — это защита, это сильно высококонцентрированная эфирная защита в материальном плане. Поэтому, когда вы проводите обережные круги или солью, то низкая вибрационная суть, и они боятся соли. Поэтому, если вы будете мыть пол и добавлять соль, то оно очищает от всего негатива. Вот так. Просят уточнить про фильм. Не слышно было, связь оборвалась в этот момент. Ещё раз. В 90-х, в 90-х, в 2000-х годах наш очаг, или мой дом называется. Это вот могу только сказать бразильского кинорежиссёра. Не могу вспомнить, кого именно. Но вы сможете найти в интернете. Хорошо. Это достаточно известный фильм. Хорошо, идём дальше. Вопрос в эфир. Действительно ли христиан? Надеюсь, слышно. Тебя слышно. Теперь ты меня не слышишь, наверное, да? Так и есть. Восстанавливаемся яс. Алло. Здесь было слышно. Да. Было слышно, да. Вопрос в эфир. Действительно ли христианские священники умеют изгонять бесов, и не вернутся ли они опять после их чистки? И изгоняют ли бесов другие конфессии, к примеру, славянские? Ну, это хороший вопрос. Нельзя всех под одну гребёнку. Кто-то изгоняет, кто-то не изгоняет. Зависит от того, изгнал, человек осознал или не осознал, или остались у него дырки в поле, или нет. Одни ушли, другие пришли. Или там пришёл человек, а дома у него эти паразиты сидят и ждут, пока он может так, он будет постоянно ходить. Поэтому нужно не ходить там по конфессиям, а нужно просто-напросто работать, повышать чистоту вибраций, сознание, правильно питаться, мыслить. Тогда эти все вопросы сами уйдут. Что касается славянства, конечно же, есть. И проведение, опять же, та же жива проводит и помогает очиститься, естественно, и в других. Да, это есть. Хорошо. Вопрос от Олега Зиркутска. Если есть энергетические астральные паразиты, значит, есть и астральные антибиотики против звёздных глистов. Благодарю. Ну, антибиотик, я уже сказал, это положение чистота вибраций. Вопрос эфир от Русси76. Какие растения используют для окуривания, уничтожения, изгнания сущностей астральных? Сандал, ладан и другие. Дальше. Николаевич просит повторить фильм, но уже повторяли только что. Идём дальше. Вопрос эфир от Олега Зиркутска. Несёт ли собственное имя человека и тем более родовое имя, нарекаемое на славянском имянаречении, своеобразный, защитный от энергопаразитов или всё-таки самая главная защита — это светлые мысли и благие поступки? Светлые мысли, конечно же. Конечно же, светлые мысли. Хорошо. Идём дальше. Вопрос эфир от Антона. Вновь про симбиоз. Снакомый тебе случай о симбиозе сущностей хозяина и сущностей подселенца. Благодарю. Ну, конечно. Тоже лунатизм. Вот так вот, да? Да. Дальше. Вопрос эфир от Неумелого. Всем здравия. Первый вопрос. Лярва — это самостоятельные сущности или это некие проводники, которые вытягивают энергию не только для себя, но и передают её кому-то более сильной сущности? Они работают на многих уровнях и передают по эгрегору на более сильной сущности. Ну, если низковибрационные, то они и кушают и для себя, и для более высокого так называемого эгрегора. Такие пчёлки, получается. Да, да, да. Покушаем. Дальше. Второй вопрос от Неумелого. Как отделить естественную потребность организма от желания лярвы? Ведь желание покушать может быть и желанием истощённого организма. Подпитаться и не проведёт ли это жёсткий контроль организма? Не приведёт ли это к жёсткому контролю организма, скорее всего так, например, к анорексии? Ну, по-разному может быть. Зависит от того, как паразиты. Они же понимают, что они долго будут питаться. Поэтому питаться, 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 питаться. Им интересно это. Поэтому они полностью съедать не будут, по чуть-чуть запасливые они. Он есть, он не может не есть, да. Третье. После изгнания лярвы занимает ли её место некая другая сущность, положительная? Ведь, как известно, святое место в кавычках пустое не бывает. Выравнивается поле. Если выравнивается и заполняется светом, тогда эти вопросы сами с собой уходят. Если заполняется, то да. А если у вас дырка в поле, и вы её не залатали, то новое зайдёт. Понятно. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Почему 144, а не 108? А именно 144 на 21? Спасибо. В смысле, 144 на 21 день. Ну, хороший вопрос. Я рекомендую посмотреть, прочитать про цветок жизни, и вам будет понятнее. Просто это сакральная геометрия, это уровень сторон всех. Когда вы прорабатываете 144 уровня, то вы прорабатываете каждую тонкоматериальную грань своей энергетической сути. Вот так. Вопрос от Солнца. Александр, здраве. А как выглядит Кикимора, и что она делает? Говорят, она умеет общаться на человеческом языке. Известно ли тебе что-нибудь об этом? Благодарю. Ну, они выглядят как маленькие ящерицы, двухногие, с двумя маленькими лапками, и большой глаз один. Ну, как, я не знаю, по размеру до колена приблизительно. Да, они могут, и семейство входят, общаться могут, провоцировать, имеют всевозможные разные, обычно желтый глаз у них в глазах. Ну, в принципе, если мы сейчас не говорим о физиологическом построении, они могут объединяться, они запугивают, энергии страха питаются. Ну, и такое. То есть, в принципе, по большому счёту живут на болотах. Хотя могут и не только на болотах. Вот так. Женя Макарова, вопрос в эфир. Мы метатерапией, якобы, их лярв сжигают. Так ли это? Или они неубиваемые? Нет, нет, сжигают. Действительно, это так. А ты пояснишь, что это такое метатерапия? Ну, когда вы вообще любой установкой, когда вы заменяете мыслеформу одну на другую, то вы сжигаете. Либо вы можете мыслеформу, если это послана эгрегором какой-то, то эта мыслеформа возвращается. Ну что ж, это был заключительный, я так понял, вопрос на сегодняшний эфир у нас из чата. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Итак, встреча «Астральные паразиты. Как защищаться?» автор, соведущий Александр Жарков. Напоминаю, для тех, кто мог только подключиться. И у нас есть возможность как-то правильно, верно что-либо сказать в конце, чтобы людям стало совсем хорошо. И какой-то это может быть пугалки. Пугалки, наверное. Да, пугалки мы убираем. Просто живите в благости, радуйтесь, несите свет и любовь, пытайтесь следить за своей речью, избегайте сплетен, отслеживайте свои жесты, не занимайтесь пустыми разговорами ни о чём. Бывайте на природе, соблюдайте аскезы, и думайте о великом. И всё будет хорошо. Ну, в общем-то, такая мудрость простая. Живите счастливы и будете счастливы. И всё будет у вас замечательно и здорово. Да, всё правильно. Ну что ж, ладно, эфир у нас заканчивается. Связь, конечно, нас сегодня подводила неоднократно. Ну, что есть, то есть. Напоминаю, что Александр Жарков нам рассказывал про астральных паразитов и как защититься от них. 16 февраля 2017 года, четверг по одному из современных календарей, 27-й день месяца в юг и стужа, 7525 лета Седмица. Вот такой у нас получился интересный эфир. И, в общем-то, мне даже дополнить нечего, потому что Александр всё сказал. Если не хотите, чтобы грязь на вас была, живите чисто. А чтобы жить чисто, следите за гигиеной. Гигиеной своё тело, гигиеной своих мыслей. Не делайте вреда другим, и вам не вернётся зло. Делайте всегда добро. Но добро делайте не так, что просто вам захотелось сделать добро. А дарите добро только тем, кому оно необходимо и кто его заслуживает. Но при этом с добром относитесь всегда и ко всем. То есть понятие отношения с добром — это одно, а делание добра может привести к недобру, к злу. Вот это вот такая интересная игра слов, может кому-то показаться. Но если вы разберётесь, то поймёте. Делать добро — одно. Желать добро, жить в добре, относиться с добром ко всем — это другое. Вот относитесь всегда с добром ко всему, что происходит. Принимайте всё, что есть для того, чтобы разобраться, сделать выводы и отдать что-либо в этот мир. Если же вы будете всё со злом принимать, то в этом случае кроме зла вы ничего не вернёте. Желаю вам всё самого доброго, друзья мои. С вами было, как всегда, приятно пообщаться, почитать ваши очень интересные и умные вопросы, реплики. Александр, тебе низкий поклон за участие, за то, что так много интересного рассказал нашим радиослушателям. Я желаю всем добра, до новых встреч. Благодарю. Света, Любовь. До свидания. Да, принимаю. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Быть добро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова